Итак, каким запрещенным приемом и методом ведения войны прибегает российская армия в Украине? Обсудим это с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже ни для кого не секрет, что Россия фактически с первых дней, вспомним Бучу и сразу все станет понятно, с первых дней нарушает правила ведения войны. А можете рассказать, собственно, какие эти правила основные и какие из них Россия нарушает, ну, наиболее отъявлено, да, то, возможно, чего не было раньше, даже, возможно, в истории? Основное правило в том, что к гражданскому населению захватчик должен относиться лояльно и не использовать его в качестве живого щита, не применять негуманных методов допроса при опросе гражданского населения, а к военнопленным относиться в рамках Женевской конвенции. Человек, позбавленный, лишенный возможности защищаться, он уже является военнопленным, которому нельзя применять физические воздействия. Вот это, в принципе, основа правил и норм ведения войны, плюс не использовать гражданские объекты и стараться не разрушать гражданские объекты, если там не ведутся активные боевые действия. Как раз города и села украинские стираются с земли, да, с использованием, вот, например, вчера появилось видео установок «Солнцепёк», которые вот выжигают всё. О них можете сказать? Это запрещенное оружие или разрешенное? Установки «Солнцепёк» — это термобарические боеприпасы, которые выжигают кислород, и их можно сравнить с объёмно-детонирующими боеприпасами. Единственное, что эффект — там избыточное давление, тут отрицательное давление и отсутствие кислорода, и стопроцентное поражение людей, попавших в зону взрыва. Они относятся к негуманным боеприпасам. Это так же, как кассетные, как зажигательные боеприпасы. Ну, мы их называем фосфорными в народе. Поэтому они тоже запрещены к применению. Но их активно Россия применяет. Они, наоборот, считают, что это наиболее эффективный метод борьбы с нами. И фосфорные, да, чтобы закрыть тему с запрещенными? Так это же, ну, фосфорные, смотрите, там просто начинка, белый фосфор, как зажигательное вещество. Это зажигательные боеприпасы, если я говорю правильно. Ну, в народе вот по содержанию их назвали фосфорными. Они, да, они тоже относятся к негуманным. В отличие от российских оккупантов, наши вооружённые силы наносят удары только по военным объектам и скоплению врага. Вот давайте конкретный случай рассмотрим информацию от оперативного командования «Юг». Наши удары были нанесены по опорному пункту, недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского. Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач потери врага в количестве 19 россиян были как итог. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вот эти вот наши локальные успехи, они что сулят? Вот, допустим, если мы разрушили опорный пункт врага. Какие последствия, вот как мы это увидим в ходе ведения войны? Ну, в ходе ведения войны это фиксируется так называемыми методами объективного контроля. То есть это либо разведчики наши наблюдают, либо это беспилотники наблюдают, либо мы это можем подтвердить ещё перехватами радиопереговоров и телефонных переговоров противника. Вот когда минимум два источника подтверждают потери, то мы их записываем себе в актив. Так обычно ведётся учёт потерь противника. Почему? Потому что, ну, уничтожение, допустим, опорного пункта, это фактически брешь в обороне противника. И если есть необходимость, то наши войска тогда выдвигаются и защищают эту территорию, мы её занимаем, и она уже становится под наш, переходит под наш контроль. Если задача стоит просто уничтожение противника без выдвижения вперёд, то противник занимает опять этот опорный пункт, и мы повторяем историю сначала. Ну и стоит отметить, что ещё один склад боеприпасов, это Береславский район на Херсонщине, был уничтожен. То есть я правильно понимаю, что вот у нас есть возможность переходить к контрнаступательным действиям, если вот эта стратегия будет оставаться, когда мы уничтожаем опорные пункты, не просто защищаемся и продолжаем склады с боеприпасами уничтожать? Или этого недостаточно пока что? Этого недостаточно, потому что нужно необходимое количество пехоты, которая пойдёт вперёд, и так, чтобы она не растянулась и не стала сама мишенью для противника. Поэтому нужна не просто наступательная группировка, нужен ещё резерв, который будет вводиться в бой, постепенно наращивая усилия. В наступлении надо постоянно наращивать. Вот что произошло с российской армией? Закончились резервы, они не могут наступать. Потому что каждый шаг в наступлении, следующий шаг в наступлении должен быть усилен свежими войсками, которые должны выйти из-за спины наступающих и продолжить это наступление. И вот так накатом всё время идёт увеличение усилий в наступлении. Но у нас есть возможность сейчас, особенно на херсонском направлении, планомерно выносить эту группировку, уничтожая как личный состав и технику, так и их материально-технические запасы. И когда боеспособность частей сильно снижается, то тогда, да, мы можем имеющимися силами потихонечку продвигаться вперёд. Опять же, используя огневую поддержку на шаг в наступлении. Броня без брони не пойдёт. Её просто повыбивают из боевых порядков, и на этом всё закончится. Броня прикрывает пехоту в наступательных действиях, а танки поддерживают огнём в ходе самой атаки. Поэтому вот это два основных компонента, три даже компонента. Бронные машины, танки и артиллерия. Вот если эти три компонента собрать в кучу, пожалуйста, можно проводить наступательные, контрнаступательные действия. Олег Владимирович, вы только что сказали про Херсон. А мне интересно узнать, в связи с тем, что в последнее время много обсуждают это, какие перспективы у Николаева, могут ли действительно пойти оккупанты в наступление на этот город, вот активно пойти. И отдельно объясните, пожалуйста, Харьков. Вот мы видим, что в последнее время всё больше и больше туда прилетает всевозможных снарядов. Что там происходит? Какие там перспективы? И, возможно, какие планы и цели у врага на Харьковском направлении? Ну, с Николаевым здесь ситуация более-менее понятная и она контролируемая. Была попытка наступать десантников российских, там десантно-штурмовая дивизия 76-я. Но она оказалась неудачной. И я думаю, что чем дальше будет идти время, тем меньше у них будет наступательных возможностей за счёт уничтожения материально-технических запасов в этой группировке. Это первый момент. Второй момент. Наша линия обороны на Николаевском направлении, она довольно прочная. И на сегодняшний день теми силами, которые есть у российских войск, прорвать её практически невозможно. Этот вопрос можно пока отложить с повестки дня. Что касается Харькова, здесь сам фронт в районе города стабильный. Единственное, что у нас не хватает пока силы, резервов для того, чтобы выдвинуться к государственной границе. Там прямое снабжение с территории России российских войск. И поэтому довольно тяжело нам выбить их с этих позиций. А что касается города, ну вот это они применяют такой метод огневого террора, просто снося город с земли. И там только они перебрасывают огонь с района. То на Салтовке, то на Холодной горе. И таким образом, чередуя нанесение ударов, они просто стирают город с лица земли. В подтверждение ваших слов можно сказать сообщение за сегодняшнее утро. Это просто фактически с трёх часов ночи Терехов сообщает, что Слободской, Киевский и Новобаварские районы города Харькова были обстреляны. Пять прилётов было по абсолютно жилым домам. Олег Владимирович, не могу вас не спросить про Запорожскую атомную электростанцию, потому что каждый день поступают сообщения. Вот, например, Соединённые Штаты Америки на заседании Совета безопасности ООН указали, что для безопасности этой атомной электростанции нужно вывезти оттуда российские войска и создать демилитаризованную зону, обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ. И, как бы, очевидно, что Василий Небензе, представитель России, конечно, не поддержал это предложение и сказал, что демилитаризация может стать, сделать уязвимой станцию для тех, кто хочет её посетить и какие цели и задачи никто не знает. Ну, в общем, террористы якобы опять рассказывают миру, что они боятся террористов. Насколько ещё вот эта оккупация Запорожской атомной электростанции может помочь россиянам в ходе ведения войны? Вот как Вы видите? Насколько она может быть сильным аргументом? Ведь всё-таки вот ядерный взрыв — это не шутки? Ну, во-первых, ядерного взрыва там не будет. Электростанция, она не в такой компоновке, как ядерный боезаряд. То есть цепной реакции там достигнуть практически невозможно. Надо что-то переделывать. Это раз. Это будет, если, не дай бог, и произойдёт, это будет как в Чернобыле, ну, что-то вроде эффекта грязной. Будет большой выброс радиоактивных элементов. Единственное, что само здание реактора, сама капсула, она настолько прочная, там нужно вагон взрывчатки для того, чтобы её взорвать изнутри. А снаружи её повредить ещё тяжелее. Но я думаю, что шантаж продолжится. К сожалению, Российская Федерация не умеет по-другому воевать. И России крайне нужны переговоры с нами. Они хотят остановить наше наступление. Они хотят временно прекратить огонь, чтобы потом застолбить за собой захваченную территорию. Вот отсюда весь этот шантаж. Они нас очень боятся. И понимают, что наши контрнаступления они выдержать не могут. Сколько ещё будет продолжаться шантаж? Я думаю, это зависит больше от наших западных партнёров. Почему? Потому что у них в руках есть рычаги, которые могут, допустим, очень сильно обвалить российскую экономику или финансовую систему. Если они выставят Россию ультиматум, то только таким способом можно будет прекратить ядерное безумие. Вот вы сказали о том, что, по вашему мнению, Путин очень боится украинских войск. И, наверное, не зря вспомним недавние события в Крыму, Новофёдоровка, аэропорт, военный аэродром. По вашей информации, что же там всё-таки случилось? Потому что есть несколько версий этих событий. А в Крыму, кстати, вообще не признают, что туда что-то прилетало. До сих пор говорят о том, что это неудачно покурили. Как вы думаете, что там было? Ну, у меня есть версия. Я думаю, что это могли быть ракеты. Либо Нептуны, либо Гарпуны. Но на сегодняшний день, видите, нет фото-видеоматериала в их прилётах. И официальная версия наша, что мы к этому не имеем отношения. Поэтому у меня собственное мнение, что это ракеты двух типов, либо те, либо те. А в общем, конечно, я придерживаюсь официальной версии. А почему, кстати, и России выгодно не обвинять украинские войска прямо в том, что это мы нанесли удар? А потому что это наша политическая победа, с одной стороны. Дело в том, что если Россия признаёт, что в Крым прилетели ракеты, то это проигрыш в войне. Это признание того, что системы ПВО в Крыму не существует. И что Москва не может защитить Крым так, как она обещала. Это для Путина это расписаться в собственном бессилии. Поэтому они делают вид, что ничего не случилось, что это покурили. Как с крейсером Москва. Матрос курил, хлопок и крейсер утонул. То же самое происходит и здесь. Для нас это выгодно тем, что они не нагнетают обстановку и не обвиняют, допустим, нас в агрессивности. И ещё раз эти действия подтверждают, что это всё-таки территория Украины. Как бы Россия не хотела не быть в территории Украины, и они не могут предъявить на неё правду. Вот вы вспомнили про крейсер Москва. События этого же уровня взрыв на аэродроме Новофёдоровка. Что может быть следующее, если вот эту логику развивать? Какая цель следующая достойна того, чтобы её поразить? Ну я вижу две цели. Вопрос только оружия, чтобы мы достали до них. Две цели это Севастополь база. Момент загрузки калибров на подводные лодки и корветы. Если мы поймаем, это будет просто прекрасно. И второй вопрос, и цель номер два – это Крымский мост. Потому что снабжение группировки и пополнение группировки российских войск идёт исключительно через Крымский мост. Спасибо вам огромное. Олег Владимирович Жданов был на проекте Freedom. Благодарим.